Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня наш открытый урок формулируется так Формирование посадки, установки инструмента и положения рук Тема эта, конечно, актуальная для нас, для всех, во все времена Потому что именно от нее, от этой проблемы, решения этой проблемы зависит, насколько удачно сложится путь музыканта Это очень главный кирпичик в целом фундаменте обучения в музыкальной школе От этого зависит весь будущий успех Насколько мы можем здорово научиться играть Насколько мы можем долго уметь заниматься, не уставая, уметь расслаблять мышцы Насколько, в конце концов, мы можем красиво, эстетично сидеть на сцене Сегодня у меня на уроке девочки Сейчас мы с ними познакомимся Для меня это девочки тоже, которых я сегодня буду видеть, можно сказать, впервые Сейчас у нас на дворе октябрь, конец первой четверти И, конечно, говорить в данный момент, в октябре, о постановке, это уже поздновато Поэтому мы для новизны, впечатлений и ощущений взяли специально незнакомых для меня девочек Это ученица Марины Александровны Ведневой Но сегодня они со мной встретятся впервые Давайте с вами познакомимся Меня зовут Ольга Ивановна Как зовут вас? Меня Соня Соня, у тебя Селиса Василиса Очень хорошо Сегодня мы будем с вами заниматься целый урок И научимся красиво сидеть за инструментом Правильно его держать Красиво держать за руки И сделаем удобную для вас посадку Итак, с чего мы вообще начинаем? Конечно, мы будем начинать с посадки Можно вас попросить встать? На чем же нам нужно сидеть? Как нам правильно выбрать стул для занятий? Это очень просто Для того, чтобы точно выявить высоту стула для ребенка Можно попросить у него подойти и краешком посмотреть Если он на середине колена, на сгибе То это наша высота Давай посмотрим Тоже подставь Ножку, да? Вот у нас Василиса, да, повыше? Так Во всех наших музыкальных школах Кемерово Есть вот такие удобные пуфики Они чудесные Они прямо для маленьких предназначены очень хорошо Но бывает, что Вот рост Немножко выше, чем Этот стульчик Поэтому мы применяем вот такие Подручные средства Вы себе сейчас Положим сюда Так, это для тебя Что теперь? Теперь самое главное Нам правильно сесть Я такие пуфики предпочитаю разворачивать углом вперед Чтобы, когда мы садимся, угол у нас был между колен Садимся на стульчики Поверхность стула обязательно должна быть жесткой Дома, если Вы занимаетесь Никаких диванов, кресел Это исключено Потому что мягкая поверхность Будет приводить нас к излишнему раскачиванию Ну как, Вы себя удобно ощущаете? Да Я хочу сказать, что На стульчик Мы должны сесть приблизительно На треть или на половинку стула Вот, Киряна, немножко Подвинемся Чуть-чуть Ага В ногах должна быть устойчивость Ноги должны Очень устойчиво стоять Пятки не отрываться От пола Носки тоже Тебе удобно сидеть? Да У нас опора идет в ноги и на стул Но когда мы сейчас возьмем аккордеоны У нас появится еще одна точка опоры Для того, чтобы нам еще как бы устойчивее Держать инструмент Ну а теперь, как я говорю иногда о своем учениках Сейчас наступает главный момент От того, как Вы возьмете инструмент Будет зависеть Вся успешность Ваша Так, вот сначала я ставлю аккордеон Соня Без ремней Просто без ремней Главное Соня Главное нам найти такую точку Чтобы аккордеон стоял На тебе спокойно И ты не ощущала веса Немножко придерживаю его Да, вы будете в обрабочении Примерно, можно мне сейчас придержать? Ну, пока без ремней То же самое веселись То же самое веселись Пока без ремней держим Мех должен стоять на левой ноге Держим И сейчас Вы мне должны сказать Инструмент у Вас сейчас в руках легкий Или тяжелый для Вас? Ощущаете Вы его вес? Да Ощущаете, да? Тяжело? Тяжело вам держать инструмент? Ну, конечно, у нас инструмент, во-первых, не из легких У нас далеко не флейты и не скрипки Поэтому здесь, конечно, мы должны искать вот эти вот точки Так, что мы сейчас делаем? Сейчас первым делом Мы Для себя Пока левый не надо Не надо Сон Первый ремень, который мы должны отрегулировать Даже без правого Ой, даже без левого Это правый ремень Вот он в легком полете должен у нас зафиксироваться на правом Плечим И клавиатура должна быть как раз у нас под лицом Вот Смотрите, мне кажется, красиво, да? Василиса То же самое с тобой Вот и самое Так, немножечко вперед Сейчас Василису тоже уберу Или так Обязательно нужно смотреть А вот у Василиса немножко смещенный Инструмент Мы должны отрегулировать левый ремень Так, оставьте инструмент прямо на ногу Чтоб мех стоял на ноге На ноге Посмотрите Вы можете чуть-чуть наклониться вперед И ощутить, что у нас в пояснице Еще появилась одна точка опоры Чуть-чуть И у Вас как раз встали Ну вот, вам нормально Теперь регулируем левый ремень Так, Василиса, давай теперь Так Василису, мы сейчас должны погладить ремешок Надо стараться, чтобы между туловищем и клавиатурой Как можно меньше было здесь вот расстояния Он должен близко-близко, как друг прижат к тебе То же самое с Соней Так Сейчас посмотрю на девочек И посмотрю, как у нас получается Так Вот ровненько стоят гусилисы Сейчас мы немножко еще соним Так Какие у нас вспомогательные средства есть? У меня в руках шило Я с ним живу, можно сказать А он у меня в кабинете всегда находится этот инструмент И в случае необходимости Когда нам не хватает готовых отверстий в ремнях Я самостоятельно делаю дырочку дополнительную И подгоняю инструмент Ну, в данном случае я смотрю, что в принципе хорошо уже инструменты стоят Но вот у Сони бы я поправила Средним ремешком, вот таким Который будет ремешки сзади соединять Так И не будет давать Сон, как? Удобно сидеть? Мы сейчас ищем удобство, чтобы у нас было удобство Вы сидите, удобно сидеть за инструментом? Отлично Сон, вот это немножко отходит Вот, старайся, как бы Нет, я в принципе, наверное, здесь Все-таки одно отверстие сейчас накалю Я снимаю Ты пока на одном держишь Я делаю Прокол Вот это все решается По хору установки Сейчас посмотрим Так Почти Все Я думаю, это Как бы Как бы Вот Смотрю на вас Вы можете развернуться На стульях И посмотреть на себя в зеркало Чтобы вы запомнили Как красиво Как красиво Вы теперь Закрыли Заниматься И посмотреть Как красиво Стоит Вот запомните Себя Глазами Сфотографируйте Запомните Разворачивайтесь Назад У девочек дома Пока нет инструмента И я думаю, что Это хорошо Потому что В первой четверти Для того, чтобы Ребенок Сел Как полагается По всем правилам Он должен, конечно Это делать Под наблюдением Преподавателя Дома Есть большая вероятность Сесть неправильно И принять это За норму Поэтому Хорошо, что у вас Нет пока инструментов Но когда у вас Появятся инструменты Ваш инструмент Обязательно нужно Принести В школу Чтобы Ваш преподаватель Сделал вам Ремешки По вашим размерам Чтобы они у вас Не болтались Инструменты А Сидели на вас Устойчиво Так Итак Мы знаем, что у нас Есть Плечевые ремни На правой И левой И еще Есть один ремень Кто мне скажет Где еще у нас Ремень на инструменте Какой ремень Мы еще знаем Ремень, который ведет Мех Называется Рабочий ремень Вот его тоже Немаловажно Отрегулировать Регулятор этого ремня Находится Здесь Сверху Вот это колесико Значит Как мы его регулируем Сейчас немножко Подкрутим Но мы попробуем Сейчас поиграть Значит Рука Если вы громко Очень громко Будете играть На форте То Она должна Отставать Вот от этой крышки Не больше Чем на сантиметр Давайте попробуем Помочь Люди Просто любой звук Сыграть Соня Ты можешь Любой звук Из правой клавиатуры Сейчас Громко сыграть Мы сейчас посмотрим Сильно у тебя отстает рука Так Грэй Стоп Стоп Я бы отрегулировала немножечко Еще подтянула бы Чуть-чуть Подтянула Ну и здесь еще такая Хитрость Чтобы ей не зажать руку Излишне не зажать Потому что все-таки Движение должно здесь Быть свободное По воде рукой Вверх-вниз Свобода рука ходит? Да Отлично Так у тебя Давай проверим Ну тебе мне кажется Уже так Хорошо Так Ну надо сказать Что мир не стоит на месте И все меняется И вот мы даже Когда я училась в школе Я сидела совершенно по-другому И я думаю Что если мы дальше будем развиваться Может быть что-то новое Добавится в посадку Но пока мы сидим вот так Клавиатура у нас должна быть продолжением нашего лица Мех должен стоять на левой ноге Хорошо подобраны правые и левые ремни И рабочие Это самое главное Кто устал сидеть за инструментом? Кому уже тяжело? Всем Давайте мы пока снимем инструмент И займемся Другим делом А вы запоминайте Как вы сидели Потому что потом вы уже Сына давай Доставай Потом Возьмете без Логей Следующий Васили стул давай Снимаем Так Значит Чем мы сейчас займемся? Вот Как выбрать стул Как на нем сидеть И как держать инструмент Мы уже где-то так Приблизительно Поговорили об этом А теперь нам нужно поговорить О том Как должны стоять руки Я прошу вас Ставь Ноги вместе Представьте себе Что у вас в руках аккордеон И вы берете Вот так вот руку И ставите Как будто бы На воображаемую клавиатуру Правую 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 Вот это для того Чтобы понять Где приблизительно У вас должна стоять рука Стоит она где-то На середине Вашего туловища Вот Если у вас будет В руках аккордеон То самое естественное положение Это вот в этом месте Не здесь Не здесь Но особенно вот здесь Частая ошибка Вот Вот это То место Которое Как бы Проекция Вашей руки На клавиатуре Отлично Здорово Опускаем Теперь Как должны стоять руки Давайте сделаем Очень легкие Такие Невесомые руки Помашиваем Ими Вы видите В каком состоянии У нас сейчас Находится кисть Она находится В полусогнутом Состоянии Это наше Естественное положение Поэтому Вот это Естественное положение Должно перенестись На Клавиатуру К этому возьмем Давайте Берем руку И все вместе Раз Вот так вот Полусогнутую Ставим А вот ты далеко Занесла Нет Подожди Правую Да Наш инструмент Вообще Это сложный инструмент Опускаем Потому что У нас Две абсолютно Разных Клавиатуры И постановка Правой И левой руки Абсолютно Разная В этом сложность Что нужно Запомнить постановку Тем более Одну клавиатуру Мы не видим Вообще То есть Это все умозрительно У нас получается Так А теперь мы проверим Наши пальчики Насколько Они у нас Крепкие Так Мы можем Подойти Вот к этой стене Идем Самое главное При игре На инструменте Следить За Фалангами пальцев Вы знаете Что такое Фаланги пальцев Я вам сейчас покажу Вот каждый пальчик У нас состоит Из трех фаланг Вот фаланга Вот и вот Главное Музыканту Не проваливать Вот здесь Вот в этом суставчике В этой фаланге Вот смотри Видишь Я сейчас делаю Она проваливается Давай посмотрим Твою руку Вот да У тебя Покрепче рука Посмотрите Какое упражнение Для закрепления фаланг Я ставлю Две руки Ставим Мы сейчас Будем отжиматься И смотреть Чтобы ни один палец У нас не провалился Смотрите Сначала покажу я Потом будете повторять Вы Видите У меня не проваливаются Теперь сделайте Вы отжимания Так Так Немножко мизинчики Смотрите Смотрите За мизинчиками Вот на что Вы сейчас Опираетесь В пальчиках Этими местами Вы будете Нажимать клавиши И кнопки Еще раз Делаем Отжимания Так Вот это Дома Упражнение Нужно выполнять Как зарядку Вот смотри Проваливается Да Держите Все пальцы Держите Вот смотри Пальц опять провалился Пальц проваливается Следите Почувствуйте Свои суставчики Вот эти вот фаланги Что они у вас Крепкие Прикрепкие Нигде не должно быть Слабины Так Так Хорошо Смотрите Если вы вдруг Увидели Что у вас Один и тот же палец Проваливается И проваливается И проваливается Мы делаем Такое упражнение На закрепление Смотрите Делаем щелчки Через первый палец И чувствуем И левой рукой тоже Давайте по очереди Я посмотрю на ваши пальцы Давай сначала Василиса Нет Нет Одной рукой Я каждый палец Просто посмотрю Так Так Хорошо Нужно в этот момент Чувствовать Какие они у вас Крепкие Давай левень Так же Посмотрим Так Что у вас Соня Соня у нас Довольно крепкая Рука такая Ладонь крепкая Давай Вот это упражнение Тоже Знаете Как и упражнение У стены Что мы сейчас сделали Как и щелчки Это не просто Один раз сделать Это вот если у вас Есть какая-то возможность Вы сразу Начинайте укреплять Вот это вот Ваша главная задача В первом классе Укрепить пальчики И уметь их держать Не прогибая Так А еще Мне нужен Давайте Вот здесь Наверное Подойдем Клориаду Девочки А кто-то из вас Был Когда-нибудь В такой ситуации Что бы вы шли По подвесному мосту По веревочному Который Раскачивается В разные стороны На алтаре Наверное Была Здорово Вот этот подвесной мост Представляешь Это у тебя ощущение Да Страшно было Да Я сама Падала в такую ситуацию Ну Вот сейчас Ощущения Эти вспомнишь Вот давай Так как ты у нас Уже Прошла через это А ты была На подвесном мосту Когда-нибудь ходила На веревочном Таком Нет А может быть На веревках Ты там где-нибудь Бывает У нас В Томской писанице Подвешенные Там веревочки Лестненьки Всякие Вот сейчас Вот смотрите Мы сейчас вспомним Ощущение Вот этого покачивания Ну начнем С Василиса Василиса Ставь правую руку Даже Чтобы стоял Здесь На поверхности Второй Третий И четвертый Палец Сейчас пока Пятый и первый Нам не понадобятся Можешь их не фиксировать Вот прям на краешке Нажимай вот этими Подушечками На которые ты опиралась На стену Соня Давай вот так Немножко Чтобы было видно Теперь смотри Представь себе Что ты ее же Покачиваешься Вот так вот Покачайся В разные стороны Как ты на Этом мостике Качалась В руке Должно быть Очень легкое Состояние У тебя сейчас Легко в руке Напряжения нет Запомни это Запомни свое ощущение Когда мы сейчас Поставим руку На клавиатуру У тебя тоже самое Должно быть Очень легкое состояние Это для правой Так Соня Теперь Соня Ставь Второй Третий Четвертый Первый И пятый Нам пока не понадобятся Давай Упор Вот здесь Не фиксируем Первый Покачайся Еще раз Покачайся Так Хорошо Теперь легко В руки здесь Легкая рука Вот Отлично Отлично Очень хорошая Подвижная Легкая рука Запомни это ощущение Девочки Берем опять Соня Достаем Немножко отдохнули Отвлеклись Садимся Соня Ты немного садишься На стул Чуть-чуть Вперед Еще Не забываем Аккордеон Здесь Уголочком Фиксируем В ногу Прижимаем Инструмент К себе К туловищу Удобно? Мех Стоит На Толевом Ведре Селеси Инструмент Так Селеса Ощутите Как у вас Твердо Стоят Ноги На полу Как у вас Вы Сидите Крепко Устойчиво И можете Чуть-чуть Совершенно Маленький Наглон Чуть Вперед Чтобы Вот Инструмент Стал на ногу Тогда вы вообще Не будете Весы Вот Вот У Селеса Селеса И еще Одна Обора У нас Где-то Вот Здесь В пояснице Возникает Вот Где-то Вот Здесь Так Ну а Теперь Вспоминаем Как мы Держали Ну а Ну а Теперь Попробуем Так Сейчас Мы Поиграем Задание Тебе Такое Соня Ты Играешь До Ре Ми Фа Соль По порядку И при этом Следишь Чтобы у тебя Очень свободная Красивая Спокойная Рука Стояла А В обратном Движении Соль Фа Мир До Играет Василиса Давайте посмотрим Начинаем До Играет 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 Иногда Василиса Только логоточек Чуть повыше Нашу Ре До Василиса Ну сейчас Вот смотри У тебя сейчас Не очень Здесь Упирается Инструмент В ногу Ногу Немножко Вперед Ага Василиса Теперь еще разочек Мы сыграем Соль Фа Ми Ре До Попробуем Чуть Немножко Так Мне Очень нравится Ваши логографии Вот Соль Немножко Ага Вот смотрите Девочки Где должны стоять Ваши пальчики На клавиатуре А пальчики Посмотрите на клавиатуру Посмотрите на клавиатуру Должны стоять На середине От Начала Клавиши До Начала Черных клавиш До начала Черных клавиш Нужно мысленно Средину Провести Угу Так Так Скорее Красиво 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 Громко Не забывайте Сильно натягиваем их Девочки Получим Не хорошо Соня Дальше Ми Клава И Соль 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 Соня Все смело С воздушным клаваном Собирайте Ага А вот Вы сидите Задали такое Сейчас мы Сыграем На сжим Разожми Воздушным клаваном Мех Нет Воздушным клаваном На сбоку Ага Василиса Я это делаю специально Потому что Смотри У тебя сейчас Упора в ногу Нет У тебя Аккордеон Выкрыгнул Вот смотри Вот сюда Вот Это упорная точка Он у тебя должен Сюда упираться Специально Тебя поэтому Прошу Сыграть на сжим Давай Я тебя разжимаю От соль Давай сыграем Соль Па Ми Ре До Так Немножечко Немножечко Вперед Девочки Вот Даже от усиленных Занятий Иногда бывает Что кончик Клариатуры Ставит исполнителю Вот здесь Вот синяк Такое бывает Но это только На первоначальном этапе Если вы с такими синяками Придете Это вам уже Пять с плюсом Это значит Вы нашли точку опоры И очень много Снимались Так Ну вот У нас Это правая Опускаем Руку правую Опускаем И немножко Как космонавты В космосе В космосе В космическом корабле Летают Вы видели Вот такие вот Съемки Где они там В космическом корабле И в невесомости У них такие свободные руки Они все в полете Вот у нас У музыкантов Должно быть Где-то то же самое У нас Насколько Должны быть Расслабленные руки Свободные Что вот-вот И мы сейчас Полетим Но у нас Есть еще Левая рука Которая Сейчас Нам тоже Можно знать Правила Как ее поставить Смотрите Значит В левой руке Сколько пальцев Мы в игре Используем У нас там Пять пальцев Но на самом деле В основном Мы используем Только четыре пальца Иногда Иногда Мы играем Большим пальцем Но Это действительно Настолько Единичный случай Бывает Что иногда Нам помогает Большой палец А в основном Мы играем Вторым Третьим Четвертым И пятым Как же у нас Должны стоять Вот эти вот Пальцы Но во-первых Первый палец Большой Он у нас Должен Ровненько Ровненько Свободненько Лежать И иногда Правда Бывают Пьесы Продвинь пожалуйста Немножко вперед Иногда Бывают Пьесы Что мы можем Зацепить Крайний ряд Утряться Уменьшенный ряд Вот если мы достаем Соня попробуй Если ты первым пальцем Достаешь Большим пальцем Достай Крайний ряд Ну нажми Два А пятым пальцем Пятым Еще выпили Где-то Где-то Пятым Ну мы должны Доставать Вспомогательный ряд То есть получается Большой палец Достается От аккорды А пятый палец Где-то До вспомогательного Ряда Доходит Попробуем То есть Рука Немножко Да Узна Развернута Давай Вот Да Вот Угу Чуть-чуть Назад Вот Пятый пальчик По крайней Детей Вот Василиса Хорошо поставила Себе Вот у нее Вот так вот рука Смотри Вот Нариатура Наша Чуть-чуть Вот так Движение Вот такой Долгоспомогательного Вот этот Первый ряд Вот Вот тогда у нас Рука Прекрасно Будет стоять Ну а в левой руке Вы уже играли Пасы и аккорды Да Ну давай Василиса Не можешь сразу Дома идти Легкие движения В руки Угу И аккорд рядом Нет Дома играем Всегда Басы Играем А в ледах Да По разным ледам Бас аккорд Нет А Понимаем Хорошо Ладно Тогда не будем Ничего нарушать Ну то есть Давайте тогда басы До Наражим Устанавливаемся И сжимаем До А какое Уграждение В ледах Вы играли У нас Песня На басах Ага Смотри Песню Если близко Вороги Мы готовим пушку Да Ну здорово Я сразу узнала Василиса Но только я сейчас смотрю У тебя немножко Наклонился аккордеон Чуть-чуть Вперед Пожайся Во-первых Да-да-да-да Во-первых И опять-таки Как бы в пояснице Будет аккурат Или легче будет сидеть Таким образом Так Ну и что нам сыграет Соня Для выроги Должны Сказать Давай Давай Хорошо Хорошо А теперь у меня такие к вам вопросы Вот наверняка вы придете домой Я бы знаете, что вам посоветовала У вас, когда появится аккордеон Дома Для того, чтобы точно закрепить все, что мы сегодня говорили с вами Если у вас есть братья, сестры, мамы, папы Посадите их за аккордеон И расскажите, как правильно сидеть и держать инструмент И руку А сейчас я спрошу у вас Скажите А как правильно выбрать стул? Какой стул должен быть на занятиях у вас дома? Какой вы выберете? Как его вообще правильно выбрать? Например Я вообще не знаю Какой мне стул для занятий себе приобрести? Что вы мне посоветуете? Уходим Уходим Пуфик Вот такой пуфик Да, мы его называем пуфик Но вообще Это должен быть стул С жесткой поверхностью Начнем с того, да? Никаких мягкостей не должно быть Вот вы просто лишний раз обратите В школе какие у нас студии А у нас никаких таких нет По кабинетам у музыкантов Мягких студий Их нет А какая высота должна быть стула? Низко Вот я, допустим, могу Вот лично я могу сидеть на этом пуфике? Нет Нет Для меня маленький А как проверить? А как проверить? Какую высоту стула надо мне? Что нужно сделать? Нужно подойти к стулу И помериться коленом Смотрите Вот мое колено А стул вот Подходящий Мое колено вот А поверхность стула вот Нет Это для меня низкий стул Правильно Скажите А вот Как должны быть Отрегулированные Вот эти вот Ремни у нас? У нас должно быть большое расстояние Между рукой и ремнем Или все-таки Где-то плотно должен быть прижатый Плотно, да Чтобы у нас там не болталось Потому что мы можем Играть громко Вести на разжим И у нас будет вот От корпуса Вот так вот рука отходить Это очень неудобно Так Скажите А как Вот положение для рук Искать удобное? Как бы вы тоже посоветовали Как бы вы рассказали Своим родителям Или братьям и сестрам Какое положение руки должно быть? Естественное Какое? Как проверить Как должна стоять рука? Посмотрите Я вам подсказываю Нужно просто ее опустить Вдоль туловища И посмотреть на нее Посмотрите Видите? Она у всех людей Полусогнутая Это ее естественное состояние Никаких прямых пальцев Да, кстати Вот еще Ошибки у нас могут быть В левой руке Но у вас таких Ошибок нет Но могут они У многих возникают Вдруг Начинают детки Подгибать Четвертый и пятый палец Это называют А вот что за поросячьи хвостики Такие В левой руке Говорят преподаватели Это что? Это значит Излишнее напряжение И левую руку Также Естественно Мы достаем С рабочего ремня Досадили в руку Также повесьте Невесомость сделайте Чувствуете Как в каждом пальчике У нас свобода Чувствуете? Вот эта свобода Такая же должна быть И на клавиатуре На кнопках А теперь Поставьте руку Опять в рабочий ремень Поставьте на кнопочки И чтобы каждый пальчик Чувствовал вот эту вот Свободу Особенно четвертый и пятый Второй и третий У нас сильные А вот четвертый и пятый Их может заносить Куда-нибудь Угу Так Хорошо Ну я думаю Что вы молодцы Сегодня Мне вот нравится Как вы сидите Василиса Смотри молодец Вообще великолепно Все у тебя Соня Мы чуть-чуть Подправляем инструментик Вот так вот Соня Вот со средним ремешком Надо сказать Что вот эти Средние ремешки Это конечно Для нас Спасение Особенно Если Ребенок Худощак То им Можно Зафиксировать По счастью Такие ремни У нас шли Кемерово Поэтому Всегда Можно заказать И их И использовать В работе Так Ваше Задание К следующему Уроку Научиться Самостоятельно Брать Инструмент Без помощи Красиво Перед зеркалом Садиться Без помощи Марины Александровны А если Где-нибудь Останетесь Вдвоем Наедине Можете Друг друга Сфотографировать И показать Марине Александровне А правильно Мы сидим Можете Мне показать А я вот Напротив В кабинете Занимаюсь И мы посмотрим Насколько Вы точно Запоняли Как правильно Сидеть Правильно Держать инструмент И как Должны у вас Быть Расположены Руки И всегда И главное Не забывайте Что они у вас Должны быть Очень свободные На клавиатуре Девочки Сегодня вам Пятерки Зорок Вы молодцы Спасибо вам И Василисе И Соне За помощь Спасибо Марине Александровне За предоставленную Возможность С детками Позаниматься Два вопроса Буквально Значит Наиболее часто Вот сейчас У Сони Даже Вот этот пальчик Все равно Упирается Нет Пальчик у нас Просто лежит У нас Не очень многие Дети Так вот Хотят Упираться Нет Опоры В этот момент Во время игры Не должно Вы думаете Куда она Упирается Сейчас у нее Абсолютно Свободный Пальчик Я конечно Потом Когда начинали А нет Нет Соня Этого делать Не надо Палец Просто лежит Горизонтально Просто Спокойно И спокойно Лежит Никакой Опоры В большом пальце Быть не должно Первый момент Второй момент Вот сейчас Это уже В первую Любит Соня Мать Это за этим Соединено Вы знаете Вообще Этот вопрос Который мы Сегодня Подняли За один Урок Конечно Он нерешаемый Дело в том Что это Могу сказать Вопрос даже Не одного урока И даже Не одного года Это наверное Вопрос Двух Трех Может быть Даже четырех лет Просто идет Корректировка Потом уже Встает инструмент С каждым годом Все Как бы сказать Ловчее и ловчее Встает инструмент За один урок Это постоянная Борьба Преподавателя За Естественность Постановки И У детей Должна Как бы Формироваться Контроль За этим Ноги Положение Рук Это ваш Самый Первый Контроль Вот вы Поставили И подумали Так я правильно Поставила руки У меня правильно Стоят ноги Бывает Очень много Ошибок С ногами Бывают и такие Ноги Да Бывают и такие Ноги За этим Нужно следить По счастью Наше Дистанционное Обучение Привело нас В квартиры Наших учеников И вот Где мы Уже Занимались С ними Увидели И на чем Они сидят И как они Держат инструменты И конечно Это даже Знаете Оборотная сторона Пандемии Потому что Это мы Уже все Откорректировали И посадку И постановку Инструмента И выбор Стула Выбор Поверхности Ноги Тоже Это очень важно Здесь нет мелочей У музыкантов Вообще нет Никаких мелочей То есть Которым Можно не прислушаться У музыкантов Каждая мелочь Это очень Главное И важно Вот еще раз Давайте Такие красивые Вперед Немножечко Так Давайте Посмотрим Как Вы не устаете Держать инструменты? Нет Это значит Вы держите их правильно Если вы устали И сейчас Не видели Пойдете То значит Что-то было не то Молодцы Вам пятерки До следующих встреч А дорогим Я хочу сказать Спасибо за внимание Я не претендую На категоричность В данном вопросе Потому что Действительно Каждый ученик Это Ну Своеобразная Физиология Поэтому Здесь Могут быть Отклонения Поэтому Категоричности Действительно Нет В этом вопросе Есть какие-то Общие правила А вот Именно Выполнение До Миллиметра Чего-то Такого Нет Спасибо До свидания